доброе утро дорогие друзья всем доброе утро бонжур hello всем доброе добрейше утро и мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору божественную мудрость которую нам передал царь соломон шо шалом о шалом все всем доброе утро собираемся у нас я слава богу уже большие такие уроди представляете как это сейчас собираются мысленные потенциалы внимание 250 250 человек присоединяются к мудрости царя соломона и мы все думаем а как же бог сказал что нам в этом мире делать как правильно жить и в этот момент создается новая реальность такая прям вообще 170 человек за минуту зашло в класс вообще это представляете если это как когда после потопа люди начали написано строить вавилонскую башню и написано они были как человек один как сердце одно они все собрались и это это аллегория что они строили башню но у них была идея такая что они знали что бог он находится в них вот эта божественная реальность тот создатель мира творец он же находится в виде души в человеке и получается что он же здесь внутри и они объединили все свои мысли потенциалы хотели богу закрыть вход на землю они сказали а мы не дадим ну то есть мы хотим мы же тоже как отражение бога бог там бог здесь это один и тот же бог так мы сейчас сделаем так чтобы бог больше не мог сделать потоп уничтожить землю а бога значит он же все-таки хозяин то есть он как изначально знаете как это очень интересно ну во первых интересно что человек вообще большинство людей я думаю что все люди я не могу сказать слово все я не уверен я же никогда не был головах у всех людей но большинство людей внутри внутри есть внутренний спор то есть есть прямо внутри с собой спор если у вас есть собой спор напишите пожалуйста да у меня есть собой спор иногда вот утром просыпайся надо вставать нет еще полежать надо вставать еще полежать надо сделать то не надо сделать то хочу то это хочу у кого есть внутренние споры внутри расхождение напишите вот теперь у людей есть внутри споры у людей есть снаружи споры то есть споры очень часто прямо весь мир построен на расхождение мнений но что было бы если бы было мнение однозначно вот представьте себе в свою жизнь если бы у вас было вообще не было внутри никаких сомнений вообще никаких сомнений все ясно четко и понятно одна цель одни правила одно одна любовь там одна то есть если все было однозначно это была бы огромная сила в этот момент человек бы не тратил бы себя на вот эти вот поиски споры сомнения может так может так может так это если один человек а приставьте если все люди объединяются какая-то группа людей кстати я где-то слышал что для того чтобы сделать полностью революцию достаточно 2 2 процентов населения объединенных одной идеей то есть два процента объединенных одной идеей могут могут сломать 98 процентов у которых нет идеи ли у них разные идеи и это мы видели как например когда нацисты пришли к власти да их было там 5 человек 10 человек 20 человек 200 человек но они были объединены одной идеей а все остальные друг с другом спорили представляете хорошо значит это я к чему говорю что тора тора это ясность это свет это выход на одну вот такую вот прямую дорогу и значит мы изучаем как выйти из сомнения к свету понятно да значит понятно теперь двигаемся дальше двигаемся дальше значит сегодня мы находимся в мы находимся сейчас притчи еще раз притчи царя соломона книга называется мишлей эту книгу написал царь соломон она входит в письменную тору это входит в раздел письменной торы называемый кто вим писания есть тора это пятикнижие есть кто вим это писание есть нови им пророки и вот все вместе это называется письменная тора тонах тора нови им кто вим вместе читается тонах сокращение т.н.х. тонах письменная тора теперь дальше дальше мы изучаем вот этот кусочек письменной торы мишлей мы изучаем с комментарием малбима малбим был такой великий мудрец он жил около 150 лет назад он изучил всю письменную тору все комментарии всю устную тору и он зная всю тору глобально он нам объяснил что имеется ввиду в каждом из отрывков мишли то есть мы идем по его комментариям а так как царь соломон смысл мишли был чтобы понятными словами объяснить непонятно то я стараюсь современными словами понятными психологическими объяснить то что имел ввиду малбим но еще раз не воспринимайте мои слова как как тору потому что это всего лишь я сам вместе с вами учусь и изучаю теперь первая глава первая глава мы сейчас находимся в седьмом отрывке она звучит так до 6 отрывков предыдущих нам царь соломон объяснял для чего он писал мишли мы можем коротко повторить он говорит я царь соломон которому бог дал мудрость который получил мудрость от царя давида который царь израиля я написал вот эти вот 31 главу мишли мы будем изучать тридцать одну главу с божьей помощью для того чтобы познать вот познать именно познать как мы видим руки как мы как мы познаем то что мы вот видим чувствуем познать божественную высшую мудрость и мусар систему управления собой, для того, чтобы понять слова, логики и причинно-следственной связи, чтобы мы взяли высшее постижение высших миров, справедливость и суд, и прямой путь. Значит, это вот то, для чего он писал. То есть, все, дальше там идет тоже объяснение, давайте сразу повторим, чтобы все запомнить, для чего. Для чего было, значит, взять мусара скель, для того, чтобы принять наставление разума, справедливости, правосудия и прямоты, для того, чтобы дать наивным хитрость, представляете, то есть, царь Соломон написал Мишли, чтобы наивные стали хитрыми, то есть, чтобы не были однослойными, чтобы не были вот такими, вот знаете, есть пяти, это наивный такой, да, правда, а что, Америка хочет напасть на Россию, знаете, как эти новости, значит, самые новости, Россия, раскрыт план Америки по захвату Калининградской области, американские новости, раскрыт план России, за сколько Россия может уничтожить Америку, то есть, это такие все, знаете, пустота из пустот, это журналисты пишут, всем же надо писать, всем надо зарабатывать, а что люди смотрят, простой народ наивный, простой народ наивный, царь Соломон говорит, я вам дам сейчас наивным, дам хитрость, чтобы вы понимали, как бы, кто пытается вами манипулировать, Ленарда Атумазима, я научу подростков быть, да, как бы, опыт, опыт мира, и вы увидите, он писал Мишлей, 3000 лет назад он писал, можете себе представить, 3000 лет назад ничего не изменилось, те же слова, те же понятия, психология, будет семья, женщины, деньги, партнерство, там, дружба, все будет затронуто, значит, Ленарда Атумазима, дам я подросткам, дам понимание жизни, опыт жизни, Мазима, такую глубокую, глубокую рассудительность, значит, Ишма Хахам, Ва Исиф Ле Хахамим, те, кто уже знают Тору, я знаю, что иногда там урок может послушать кто-то из раввинов, которые уже много знают, иногда заходят сюда тоже очень знающие люди, но так как мы изучаем Мишлей, то чем больше ты знаешь, тем ты глубже поймешь, сказал нам царь Соломон, услышай, услышит Хахам и добавит себе какой-то урок, вы навон, а если ты уже сообразительный, есть такие люди, вы знаете, есть такие люди, особенно еврейские, еврейский способ мышления, даже если евреи нерелигиозные, вот есть такие евреи, которые вообще они нерелигиозные такие, как что-то они работают, и вот ты ему что-то говоришь, а он такой прямо, такой он, знаешь, это называется навон, вот этот вот сообразительный. Откуда идет вопросом отвечать на вопрос, ты ему задаешь вопрос, а он вместо того, чтобы тебе отвечать на твой вопрос, он тебе задает вопрос, а что ты имеешь ввиду вообще, а что ты спросил, а почему ты именно так думаешь, то есть он начинает наоборот под тебя копать, понять твою изнанку. Тогда же такие, говорит царь Соломон, это называются такие люди, навон, это кто уже сообразительный и видит вещь-вещи, такбуло такне, он такие здесь найдет, такие найдет, такбула это военная хитрость, такие тут многослойные найдет расстановочки, что удивится. И, значит, поймем мы и пример, как делается пример, и то, на что он намекает, и поймем мы слова мудрецов и их загадки. Все, это было 6 отрывков вступления. И я вам советую, если вы выступаете, если вы хотите с тем-то поговорить, сделайте анонс. То есть это было сейчас 6 отрывков анонс всей книги Мишли 31 главы. Надо начинать с анонса. Вот он начал с анонса, а теперь, внимание, первое предложение, 7 отрывок, который говорит самую главную, базисную, фундаментальную вещь, как на английском basement, тот фундамент, на котором стоит вся остальная книга и вся остальная система 31 глава. Значит, 7 отрывок звучит так. Иерат Ашем решит да ад. Хохма у мусар, эвелим базу. Он сразу нам говорит, парни, мужчины, женщины, читатели и слушатели. Иерат Ашем, страх перед Богом, начало божественной мудрости. Страх перед Богом. Иерат Ашем решит начало, то есть начало познания да ад хохма. Познание, именно познание вот этой вот божественной мудрости. Решит да ад. Хохма у мусар, божественную мудрость и мусар, систему управления собой, исходя из Торы. Да, исходя из Торы. Эвелим базу. Эвелим это, эвиль это переводится грешник-скептик. Значит, эвиль это грешник. Но Малбим объясняет, что слово эвиль, вот этот вот грешник, да, есть разные типажи грешников, мы позже узнаем. Почему люди грешат и какие есть типажи. Это прямо типологию нам дал царь Соломон грешников. Но эвиль это грешник от слова улай, это стептик. Грешник-стептик. Так он говорит, что вот эту божественную мудрость и мусар, систему, которая позволяет тебе управлять собой, исходя из божественной мудрости, то есть починить внутреннее животное Торе. Эвелим, вот эти вот стептики, они презирают. Они говорят, ну конечно. Теперь, а что такое, почему страх перед Богом, это начало познания этой божественной мудрости. Вот смотрите. Есть, значит, в любой, хохма вообще, хохма, здесь это хохма божественная мудрость. А есть, есть науки, например, там, Малдин приводит пример архитектура. Вот есть наука архитектура, да, это знание, сфера знания. В любой сфере знания есть аксиомы, на которых она базируется. Я не знаю, какие есть в архитектуре, но есть какие-то там сечения, какие-то там, ну в общем, есть в архитектуре какие-то аксиомы, на которых базируется вся архитектура. Есть в математике какие-то аксиомы, на которых базируется вся математика. Есть в физике какие-то аксиомы, на которых базируется вся физика. И эти аксиомы, они обычно их можно, они потому и аксиомы, что они бесспорные. Это как факты. Теперь Тора это получено от Бога. То есть, кем получено? Пророками. Как получено? В пророчестве. И кто может это проверить? Только другие пророки. А ты не пророк? Нет, ты не пророк. Ты должен верить. А как я буду верить? А вот так. Хочешь верь, хочешь не верь. Свобода выбора. Теперь, вот у человека есть, а что Тора мне дает? Тора мне говорит, ты должен вести себя против своего внутреннего животного. Вот эти вещи, которые ты хочешь делать, ты делать не можешь и не должен. А вот эти вещи, которые ты не хочешь делать, ты должен делать. Четко по времени, строго по времени. И что будет? Если ты подчинишь свое животное вот этой Торе, тогда у тебя будет вечная жизнь, и Бог тебя будет и в этом мире защищать. И все у тебя будет хорошо. Но не факт, потому что если ты будешь где-то нарушать, то Бог тебя будет наказывать. И дальше, прямо сказано, а бывают праведники, которым в этом мире плохо, чтобы было все еще больше запутано. А бывают злодеи, которым в этом мире хорошо. Но речь идет о вечной жизни, которую ты получишь потом. Тора, хочешь верь, хочешь не верь. А какие аксиомы? Аксиомы странные. Есть среди них понятные, есть непонятные. Бог сказал, что, например, зло это в субботу работать. Непонятно, почему в субботу... А что такое работа? Выйти в кармане, нести там какой-то груз из дома. Это работа. А дома носить шкафы, это не работа. Почему дома носить шкафы не работа, а вынести в 100 грамм, там 5 грамм в кармане на улицу, это работа. Аксиомы. Хочешь верь, хочешь не верь. Все. Значит, теперь вот это вот знание Торы, Тора, оно держится только на одном рычаге. Ты не можешь его интеллектом проверить. Тут интеллект не работает. Ты можешь в это или верить, или не верить. Но когда сталкивается хочу и надо, в этот момент обычного у человека побеждают хочу. Что может удержать? Только страх перед Богом. Ира-Ташем, если у тебя есть страх, конкретный страх перед Богом, страх наказания, страх нарушения, тогда это как стержень, как штифт, как фундамент, на котором может удержаться вот эта вот теоретическая основа Торы. То есть я в это верю? Верю вроде, верю, не верю. А вот тут я хочу нарушить, вот тут я хочу, конкретно я хочу сожрать эту креветку, а мне нельзя, Тора запретила. Что меня может остановить от сожрать эту креветку? Только страх. Я боюсь. Я реально боюсь. Рассказывал мне один мой знакомый, который начал соблюдать, очень такой уважаемый человек. Все. И вот он уже во взрослом возрасте, он богатый, обеспеченный, умный, там, ну, реально такой прям очень состоявшийся человек. Он во взрослом возрасте начал соблюдать. Начал он все соблюдать, постепенно, постепенно начал соблюдать заповеди. Но одну вещь он говорит, у тебя не мог отказаться от морепродуктов. Я думал так, ну, Бог что, меня не простит, простит. Ну, какая разница, там, ну, в пустыне, может, не было морепродуктов, может, они портились. Ну, как мне понять, что морепродукты это зло? Если они вкусные, я всю жизнь их ем, и все у меня с ними было отлично. И он все соблюдал, а морепродукты продолжал есть. И вот он рассказывал, лично я слышал эту историю, он рассказывал, как он летел через Амстердам и залетел специально в очень дорогой ресторан, он любил там останавливаться, очень такой обеспеченный человек, и ел там устрицы, самые вкусные, свежие устрицы в Амстердаме в ресторане. Он летал по всему миру, и вот он залетает туда, все, кушает устрицы, и возвращается в гостиницу, и его увозит в скорая. Афилактический шок у него, это самое, ну, как это называется, аллергия на этих устриц, друг, всю жизнь не было, тут у него аллергия. Он испугался, конечно, испугался, но потом через какое-то время он пришел, и друг его готовил с морепродуктами, там было на природе, макароны с морепродуктами, паста с морепродуктами, по-итальянски. И он подумал, ну, слушай, ну, так вкусно, так хорошо, это все, может, случайно, это я там, ну, каранец, аллергия. Поел, скорая. Скорая, все. Потом, значит, он решил уже больше их кушать не буду, но потом он летел еще раз в самолете, третий раз, и, значит, третий раз, когда он летел в самолете, носили рыбу, он спросил, есть у этой рыбы чешуя и плавники? Можно кушать только ту рыбу, у которой есть чешуя и плавники. Евреям можно кушать только такую рыбу. Все, Бог так сказал. Почему нет объяснения? Тора, не можно придумывать все, что угодно, Тора. Теперь, и он спрашивает стюардессу, есть плавники или нет плавники? Стюардесса говорит, ну, а как рыба без плавников? Конечно, есть. Ну, а рыба, что, бывает рыба без плавников, что ли? Есть. А он в этот момент, вот тут уже это тонкая грань, потому что у тебя есть сомнения, сказалось, стюардесса есть плавники, но понятное дело, что откуда стюардесса, она знаток рыб, что ли? Ну, то есть, понятно, что она не знаток рыб. Чешуя есть, нету. В общем, и тут у него уже на этом сомнении, он съел эту рыбу, приземлился самолет, скоро, значит, все. И тогда он уже, понятное дело, что он боится. И вот этот страх, он может его остановить. Понятно, да? Интеллектуально человек не может, ему, ну, как бы, можно, нельзя. Поэтому нам, царь Соломон в седьмом отрывке, он сразу нам говорит, только страх перед Богом, основа познания Торы. Ты не можешь познавать вот эту теорию, ей не за что зацепиться, если у тебя нет страха перед Богом. Теперь, хохма, вот эту божественную мудрость, и мусар. А что такое мусар? Мусар это как раз та система, слово мусар, нравственность. На иврите слово мусар, это от слова лиясер, страдания, и маасар, тюрьма. То есть, когда ты уже принял интеллектуально, что Тора для тебя, ты ее говоришь, это и мы, истина. Я верю, я верующий человек, и я верю в Тору, все, начинаю верить. Дальше у тебя есть все время сомнения, твое животное, в этом и смысл работы в этом мире, твое животное начало, как в Торе написано, что Бог создал сердце человека, Ра Минау Раф, то есть, злое с рождения. Вначале есть инстинктивное животное, о котором вообще говорить не может, это маленький ребенок. Потом это инстинктивное животное наполняется интеллектом, но оно еще вообще до 13 лет даже не обязано соблюдать митцвот, человек не обязан соблюдать митцвот. Потом до 20 лет человека с неба не судят, потому что он, Бог же знает, он еще собой не управляет, даже если ему все объяснить, его настолько прет, вот это гормон, его животное внутреннее, настолько сильное, что его удержать нельзя. С 20 лет, но все записывается уже, с 13 до 20 все записывается, и в 20 лет, если он образумился и сказал, эх, что я делал, там сделал шуву, раскаялся, ему стерто. Если он в 20 лет продолжает делать, может всяко быть. Так вот, теперь, значит, это мусар, то, что говорится. Еще раз вернемся, седьмой отрывок. Страх перед Богом, основа познания. То есть, ты можешь познавать Бога и познавать Тору, только если у тебя есть страх перед Богом. Хохма, божественная мудрость и мусар, система управления собой, исходя из этой божественной мудрости, эвелим базу. Эвелим, это стептики, грешники, базу, пренебрегают и презирают. Значит, что говорит стептик грешник? Он говорит, смотри, говорит стептик грешник, а вот, например, Ной Харари, там вот этот Юваль Ной Харари, или как его зовут там, он же так все вроде красиво написал историю человечества. Вдумайтесь, он не был там. Нет никаких записей особых, да, то есть, есть записи. Вот Тору мы читаем, написано так, какие основания не верить? Нет оснований не верить. Есть какие-то предположения, каких-то Юваль Ной Харари. Но кто это Юваль Ной Харари? Он гомосексуалист. Открытый гомосексуалист, 18 лет он живет с человеком по имени Ицек. И вот они там живут. И в Тору написано, что это нельзя делать. Это нельзя делать. И теперь сидит этот Юваль Ной Харари. И все равно у него в голове, понятное дело, есть вот это вот несоответствие того, что он делает тому, как его воспитывали, тому, как он рожден, тому, как есть там тысячелетняя, три тысячи лет. Он же наверняка читал тоже, и Мишли читал, и притчи читал, и все. И вот он сидит и думает, ну как же? И придумывает какую-то теорию, чтобы объяснить и оправдать свое поведение. И эта теория теперь для скептиков, она является возможностью, как бы, себе сказать, а может все это и неправда. Может, может. Можно себе сказать все, что угодно. Можно опровергать все, что угодно. Если ты скептик, скептиком быть проще всего. Попробуй мне доказать, что было минуту назад, час назад. А кто видел? Я тебе приведу сто исследований, что люди, которые то, что было час назад, вообще не помнят. Есть BBC фильм, как прямо на глазах у людей, подбегает человек, хватает сумку, убегает. Им делают опрос, в какой он был курт, и какой цвет кожи. Все. Все говорят разное. Никто ничего не помнит. Час назад было. Теперь, ну нам царь Соломон сообщил, что если ты стептик, то шансов нет. То есть стептики, они презирают. И хохмует божественную мудрость, и мусар. Понятно. И мусар, система управления собой. И следующий отрывок, он нам что говорит? Он нам говорит, шмабни мусар авиха. Слушай, сын говорит, наставление отца твоего. Вальте то, что рад им эхо. И не, говорит, не отходи от Торы твоей матери. Что он имеет в виду? Значит, он имеет в виду следующее. Я коротко сейчас скажу. Значит, дальше он говорит, что послушай, говорит, в Торе наставление, не все непонятно. Ты можешь посмотреть на большую часть Торы. Тора делится на хутим, то, что непонятно, постановление, и мешпатим, то, что понятно. И он говорит, давай тогда посмотрим на Тору отца твоего, наставление. И дальше идет, с чего начинается наставление отца, и на Тору твоей матери. Начинается с того, что, послушай, сынок, грабить нельзя, убивать нельзя, со злодеями общаться нельзя. Это понятно. Это же понятно. Я случайно, случайно, ничего нет в мире случайного. Я смотрел, новости смотрел, да? Просто новость. Одна мне попалась новость. Значит, чемпион мира по самбо, там, не помню, как его фамилия, какая-то кавказская фамилия, его, значит, забили чуть не до смерти, и там, ну, вообще, ну, просто искалечили. Кто его искалечил? Он на кого-то что-то сказал, там, ну, то есть, он против кого-то выступил, тоже против кавказских, которые, вот, ну, другие кавказские, там, сабисты, там, бои без правил и так далее. И мне просто заинтересовало, как чемпион мира по самбо, почему такое происходит? Я заглянул глубже в это, в сообщение, прям, было показано, как его убивали, там, вообще все. Прям вот эти вот кавказцы, вот битые бейсбольные, ему просто голову раскроили. А этот же сабист, он до этого в баре убил солдата. Тот ему что-то сказал, он его ударил и убил, прямо в баре. То есть, все в этом мире возвращается. Это то, что дальше будет отец объяснять своему сыну, сынок, со злодеями не общайся, зло не делай, грабители они есть грабители. Ну, и так далее. То есть, в Торе есть очень большая часть, которая объясняет абсолютно логичные, понятные для обычного человека вещи. Это называется мусар, наставление отца твоего. И Тора матери, что такое Тора матери? Большая часть Торы возлюби ближнего, как себя. Делай добро. Гмелут Хасадим, то есть, ты должен воздавать добром. Благодарность, любовь, семья, дети. То есть, если ты посмотришь на Тору с этой точки зрения, то более доброй, более честной, более справедливой системы нет. И он тогда говорит, послушай, сынок, послушай то, что говорит тебе отец, послушай то, что говорит мать, и ты увидишь, что Тора это лучший путь. Вот так вот начинает царь Соломон уже конкретно обучение божественной мудрости. И на этом мы сегодня останавливаемся, и давайте сделаем выводы. Сделаем выводы такие, что Тора это то, что пришло через пророков. Тора это не то, что придумали люди. Тора как цельная система пришла цельная система через Мошер Абейну, Моисей на горе Синая получил Тора от Бога. Дальше были другие пророки. Царь Соломон нам сообщил, Мишли, это все письменная Тора, это Тора, божественное знание. Стептики, они его не примут, потому что в нем есть большая часть того, что понять нельзя, и додуматься нельзя. Например, те же морепродукты, шаббат, ну и так далее. Много есть вещей непонятных. Но если у тебя есть страх перед Богом, и ты веришь, что есть единый Бог, который управляет миром, который действительно мир создал, и который управляет тем, что в нем происходит, и установил в нем законы, не только законы природы, но и законы нравственные, моральные, духовные, то если ты в него веришь, что страх перед Богом, страх нарушить эти законы, он позволит тебе подчинить свою жизнь этим законам. А дальше, если ты хочешь начать их изучать, так начни с того, что учит тебя твой отец, простые, понятные наставления, которые касаются, дальше мы будем их изучать, начинается первая глава с таких прям понятных, понятных вещей, которые прям ребенку можно объяснить. И есть тора твоей матери, то есть добрые вещи, связанные с любовью, с семьей, с воспитанием, которые тоже истории. И это поможет тебе не относиться к этому, как это какой-то космос, непонятно что. 90% все понятно что, 10% непонятных, страх тебя заставит выполнять и даже то, что непонятно. Все, значит, это мои выводы. Я очень вам советую, рекомендую написать свои выводы. То есть очень важно написать, вот вы что-то изучили с точки зрения работы головы, то то, что вы услышали, оно очень быстро стирается. Поэтому, если вам было что-то важно, записывайте по ходу изучения. Дальше, вот то, что это вы записали, нужно это обдумать, начать делать, кому-то рассказать и только тогда оно перейдет на вашу долговременную память и останется с вами. Все, удачи, успехов, всем прекрасного, хорошего дня. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok